Микс Ньюс. На одной волне с городом. Радио. Радио. Болком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как вы анонсировали, директор Рижской классической гимназии, доктор педагогики, доктор философии, будем точны, Роман Алиев, у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот так вот, хотя сейчас еще каникулы, но время очень быстро бежит, остается чуть более месяца до начала нового учебного года. Наверное, для Рижской классической гимназии новый учебный год будет особенным. С учетом тех перемен, которые произошли, реорганизация, я так понимаю, вот фактически 60-я школа присоединена к Рижской классической гимназии, и очень много у меня тоже знакомых, которые были связаны и с 60-й школой, и их дети, или собирались пойти в первый класс. Что сейчас будет происходить, давайте поясним чуть-чуть. Вы правы, Амик. Этот год будет, я бы сказал, очень особенный, потому что впервые мы будем проводить 1 сентября для 2090 учеников, которые начнут 2 сентября учебный год в классической гимназии. Уже более 2090 учеников. Это какой-то рекорд своего рода. В объединенной классической гимназии, которая будет работать в двух зданиях, и, соответственно, ученики будут учиться в двух зданиях. В здании, в которой раньше была 60-я школа, там будут учиться ученики с 1 по 3 класс. То есть, наша начальная школа. У нас в классической гимназии начальная школа с 1 по 3 класс. Три года. А то есть, такая у вас практика. Да, да, да. С 4 класса все ученики учатся уже по программам основной школы. И этот опыт у нас в течение 20 лет очень обогатился. Мы действительно очень много разработали методических подходов и, соответственно, обеспечили все. это дидактическими материалами, специальными учебными заданиями и так далее, чтобы на новом витке развития, но хорошо забытые вещи, да, все-таки не утрачиваются. Потому что за три года основы начального образования давались и раньше. И если мы вспомним, то и в советское время были начальные школы трехлетние. И потом вдруг они стали четырехлетними. И все это, так сказать, достаточно… Но можно уложиться и в три года, да? Не уложиться. А дело в том, что очень правильно распределить содержание образования между этими ступенями. Потому что по структуре система образования, она структурируется так. Первая ступень – это с первого по третий класс, вторая ступень – с четвертого по шестой класс. По шестой класс, да. Да. Третья ступень – это с седьмого по девятый. И уже четвертая ступень или средняя – это с десятого по двенадцатый класс. Соответственно, вот эта первая ступень и вторая ступень очень важны в образовании вообще. Это основа. Очень важна преемственность между ними. Да. И когда здесь у нас продолжается начальное образование в таких вот начальных школах с первого по четвертый класс, потом дети попадают в пятый, и у них на вторую ступень всего два года. Понимаете? Это тоже неправильно. Потому что они должны подготовиться уже к систематическим научным курсам, да? К обучению в рамках систематических научных знаний. Когда они должны начинать, как мы это делаем, с седьмого класса, учить физику, химию, биологию в рамках наук, да? И, к сожалению, опять же, многие этого, то есть не многие, а практически все не делали, потому что они начинали это только с восьмого класса. То есть до шестого класса дети учились, там у них был интегрированный курс естествознания, потом переходили в седьмом, в седьмой класс, там у них уже тех знаний начальных по физике и химии, они не укрупнялись, они не развивались, все это забывалось. В восьмом классе, бац, опять вторая смена. Физика начинается, химия начинается. Отсюда огромное количество проблем. И дети, поэтому, в общем-то, достаточно слабо у нас ориентируются в этих научных областях, в практическом применении этих знаний, и мы видим результаты по физике и по химии в Латвии. Но я думаю, что наш подход, когда мы с первого по третий класс даем возможность детям развиваться по своей траектории, со своим ресурсом, потенциалом, главное создать такие условия, чтобы этот потенциал и этот ресурс реализовывался, и ученики и дети могли бы иметь вот этот вот вкус, получить этот вкус и радость от учения, вкус к учению, чтобы им нравилось учиться. И, соответственно, конечно же, вещи такие более сложные, уже, скажем, которые не связаны с арифметикой, а идут уже вперед в математику, в алгебру и в геометрию, мы просто переносим на следующую ступень. И таким образом, конечно же, ну еще один момент, который, конечно, можно увлекаться и этим, и на уроках математики очень много рисовать, то, что позволяет себе многие, так сказать, до сих пор еще пропонируемые подходы. Но я считаю, что рисовать узоры и, так сказать, каких-то зайчиков, которых потом считать, два плюс три, это ни к чему. То есть нельзя толочь воду в ступе. Нужно обязательно давать материал, давать вот это содержание в задачах, в заданиях, в игровых формах, чтобы это все было очень насыщенно. Да? А ребенок возьмет, сколько он возьмет? Вот что касается первого-третьего класса, все-таки хотел вернуться к этому. Это, наверное, очень важно для тех, кто сейчас пойдет на первый класс, для их родителей, конечно. Многие могут не специалисты сказать, ну, раз все-таки вот эта ступень самая начальная не с первого по четвертый, а с первого по третий, значит, нагрузка возрастает. Как вам удается вот сбалансировать это? Тем более, я знаю, что вы всегда были сторонник того, что если ребенок приходит в первый класс, многим вообще еще нет семи лет. Нужно это все как-то подавать в игровой форме. И не забывать, что есть разница между шестилеткой, семилеткой и восьмилеткой, да. Конечно. Вопрос нагрузки всегда важен, когда нет несозданных условий, то есть вот нет этой среды учебной, которая насыщена этим содержанием, этим материалом. И, скажем, у детей исключительно позиция учащегося, когда он фронтально обучается. Вот все дети смотрят на учителя, учитель в рот, выполняют все команды. От выполнения команд ребенок всегда, конечно же, устает. Если в течение, ну, представьте себе, 4-5 часов вам предложили выполнять команды, взять ручку, написать, посмотреть на доску, списать с доски, потом открыть учебник, страница 18, значит, отступить в тетради, значит, сверху 4 клеточки, слева 5 клеточек. И так 4 часа, да. Вы бы с ума сошли, понимаете? И я бы тоже не выдержал бы, даже несмотря на то, что, в общем-то, тренированный в этом смысле ученик. Поэтому мне кажется, что это очень-очень неправильно и несовременно. Поэтому нужно предлагать детям учебные материалы и форму занятий, которые соответствуют их потребностям, их творческим потребностям, их индивидуальным личностным потребностям. А это значит, что нужно помогать учиться выполнять задания, понимать саму суть задания, то есть правильно читать тексты заданий, правильно понимать их и, соответственно, давать возможность самостоятельно решать, выполнять эти задания. Если ребенок правильно все понимает, и у него понятно, ему понятен алгоритм выполнения задания, или ему понятно, что здесь он должен предложить свое какое-то решение, догадаться... То есть он участник этого процесса, да. Да, и включить свое творческое воображение. То есть здесь все время требуется его такое вот личностное, непосредственное соучастие в этом процессе. И он должен учиться сотрудничать и коммуницировать со своими одноклассниками. Он должен уметь, то есть он должен получать вот этот социальный, помимо всего, опыт. Он должен уметь объяснить задания другому. Это очень важно. Когда он объясняет и что-то показывает, это говорит о том, что он сам все это прекрасно видит, понимает и знает, о чем идет речь. А когда он только слушает и выполняет команды, то, конечно же, вот этого вот личностного включения, личностного участия не происходит. А нам очень важны вот эти индивидуальные личностные поступки и опыт для каждого ребенка. А учителей вы тоже вот настаиваете на это? Конечно, учителя. Ваши прикольные молодые тоже, я понимаю, что тяжело И молодые, но они учатся как раз с молодыми очень хорошо, потому что они сразу учатся, в общем-то, правильно работать, я бы сказал, потому что мы очень много внимания уделяем методической деятельности и методической подготовке. Учителей, конечно же, мы года три назад начали много консультироваться и готовиться и опромировать сингапурские методики для обучения математике, например, и учителя разрабатывали. Они адаптировали это, с включением и латышского, и русского языка. У нас билингвальная система обучения. И поэтому создавали рабочие листы, рабочие материалы, задания для детей. А сингапурская методика, она позволяет детям быть, во-первых, учиться активно, учиться активно, учиться с таким вот позитивным эффектом, потому что все время очень важно твое участие в выполнении групповых заданий, и поэтому как бы воспитывается ответственность. Не потому что ты должен, ты обязан, тебе там нужно, иначе родители будут проверять. Да, 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 родители будут проверять, и учитель будет проверять. А здесь вот эта ответственность вырастает личностно в каждом ребенке, и поэтому они где-то там к третьему, четвертому классу они более ответственные, более самостоятельные, они, так сказать, с очень развитым таким творческим началом дети. И я сторонник того, я всегда считал и настаиваю на том, что любой нормальный здоровый ребенок, да, я имею в виду физически здоровый, он может быть талантливым. Просто надо этот талант каким-то образом обдорожить, поддержать, не задушить. И не затоптать. Я так понимаю, что опять, наверное, какой-то определенный рекорд по количеству первых классов в рижской классе с гимназией набрало, да? Ну, семь, получается, классов в этом году, восемь вторых классов, семь третьих классов, то есть это наша начальная школа в здании, которая стала нашим, бывшей шестидесятой школой, будет очень, так сказать, наполненным, там учиться будут более шестисот детей, то есть абсолютная загрузка, как говорится. Зато вы сможете чуть-чуть разгрузить основное здание. Но мы чуть сможем разгрузить основное здание классической гимназии на порцию М-38, но этого недостаточно. И огромное спасибо Рижской Думе и возможностям европейского финансирования на решение принимала Рижская Дума. Очень важный момент для нас – это огромный шаг вперед в развитии современного образования в Латвии, потому что в нашей гимназии и в Золе Туцкой гимназии осуществляется грандиозный проект пристройки лабораторного корпуса, где будут развернуты учебные научно-исследовательские лаборатории для обучения учащихся десятых, одиннадцатых и двенадцатых классов. Почти как в ВУЗе уже? Да, это абсолютно так. Это будет по качеству очень высокий уровень, это будет очень насыщенная качественная подготовка. В сотрудничестве в классической гимназии будет продолжено начатое уже сотрудничество с Академией, с университетом имени Страдыня медицинским и медицинскими специальностями. Это будет развитие и нашего сотрудничества с техническим университетом, потому что у нас есть инженерная программа, у нас есть медицинская программа, у нас есть программа математики программирования и, конечно же, наша экономическая программа, мы очень хотели бы, чтобы для всех, кто будет постигать науки в десятых, двенадцатых классах, была возможность именно в учебном процессе не только учиться, но и достигать каких-то успехов, получать соответствующие результаты своих исследований. Когда ты что-то исследовал и получил результаты, они могут быть и ошибочными, но это ведь обучение, это учение. Когда учишься, ты ошибаешься. Поэтому очень важно, чтобы эти результаты получать, их оценивать, уметь их оценивать, сравнивать, анализировать и, конечно же, по этому поводу готовить свое научное сообщение, выступление. То есть, это и такой момент еще привития вот этих вот важных навыков исследователя для той профессии, в которой человек сможет себя реализовать в будущем. Роман Алиев, у нас в студии, беремся ненадолго, новости и реклама, не переключайтесь. Роман Алиев, директор Риско-классической гимназии, доктор философии у нас в студии. Еще раз добрый день. Не могу не задавать вопрос, наверное, и родители, особенно первоклашек, которые вот придут, если у них старшие дети не учатся в вашей школе, наверное, тот вопрос, который вам будет задавать или уже задавали. Мы знаем, что очередная реформа фактически вступает, по крайней мере, в школах вот с билингвальной моделью, там 50 на 50, вот эти языковые пропорции, 70 на 30 и так далее. Но я так понимаю, что вы реализуете свою модель билингвального образования уже давно, вне зависимости вот от этих новых изменений, да? Мы уже давно перешли на, то есть, наша модель, она позволяла давно уже учиться как бы 50-50 на равных, на двух языках, да? Конечно же, начиная обучение на двух языках, все время есть возможность опереться и основываться на знании и обучении родному языку, это безусловный момент. Позже, уже после начальной школы, более насыщенным становится обучение с включением латышского языка. Ну и в старших классах уже вообще проблем там нет. Ну, в старших классах совершенно очевидно, что проблемы уже не возникают, потому что у них огромный опыт, ну, представьте себе, 9 лет обучения на двух языках, на латышском в том числе, то есть, какие уже проблемы в 10-м классе. То есть, никаких? Вы знаете, есть проблемы только в, когда оценивают, скажем, латышский язык как предмет, оценивают достижения у тех, у кого он родной язык и у тех, у кого он не родной язык. Это не очень корректно. Здесь не очень корректно, есть разница, безусловно, но просто нужно к этому, наверное, спокойнее относиться. Но и, может быть, думать о том, как перестраивать сам процесс и содержание этого предмета. К сожалению, наши специалисты пока, я имею в виду специалисты Центра содержания и образования, которым руководит господин Сатлакс, пока они, так сказать, мне кажется, не преуспели в этих вопросах. Но мне кажется, что здесь очень нужно серьезно продумать саму методологию преподавания предмета латышский язык и литература латышская на латышском языке, соответственно. Для тех, для кого он не родной. Для тех, для кого он не родной, особенно в рамках основной школы, основного образования с первого по девятый класс. Еще я бы отметил и здесь сделал бы акцент на более существенном определении, каким образом, включая латышский язык в учебный процесс, обучать латышскому языку как языку детей из семей национальных меньшинств, для которых родным языком семьи является не латышский. Ну, русский в нашем случае. То есть здесь очень важна не только программа, но и само обеспечение, то есть сама среда преподавания и обучения. Я когда-то в одном интервью говорил, что если мы обучаем латышскому, то и стены должны по-латышски говорить. Ну, чтобы это действительно погружение было. Да, да, чтобы это было погружение, чтобы это было понятно ребенку абсолютно, что да, это все естественно, но для того, чтобы это было естественным, нужны понятные детям материалы, которые им нравятся. Вы поймите, что нельзя сегодня заставить учиться по каким-то серым, скудным. Я не представляю, если бы сегодня современному ученику пришлось бы учиться по тем невзрачным, отвратительным, серым учебникам, которые были когда-то. Они просто трагически скучные. Поэтому учебники должны быть веселыми, интересными, занимательными, увлекательными. Конечно, там должна быть и та часть, которая, скажем, заточена на такую вот отработку навыков, чтобы умели они просто по образцу выполнять. Ну, образцы известны, выполняешь по образцу, но на этом нельзя останавливаться и пробовать нужно дальше. Совершается большой грех, когда учителя, к сожалению, довольствуются тем, что мы по образцу умеем, наши дети выполнили по образцу. А это означает, вот вы выхватили у меня, с языка сорвали это слово, сдадут экзамен. А это не самое, так сказать, не самое важное и главное. Когда ты учишься, это важнее становится на последнем этапе обучения, когда ты понимаешь, что на финичной прямой у тебя экзамены, там, скажем, 11-й, 12-й класс. Когда ты укрупняешь свои знания, когда ты углубляешься в эти знания, в это содержание, которое, так сказать, нужно назвать профильным, профильным для тебя. Когда ты перешел на уровень профильных, таких углубленных, содержательно насыщенных курсов. Если ты видишь свою карьеру там в медицине, ты, конечно же, углубляешься в химию, ты углубляешься в биологию, ты, может быть, так сказать, даже берешь какой-то еще специальный курс, как наши дети в классической гимназии берут в ведение в медицину, да, и у них практически курс в самом университете Страденя проходят. То есть даже так, да? Каждую неделю они туда выезжают на практические занятия. То есть, когда у нас будет лаборатория, то будет еще насыщеннее сам этот процесс. Поэтому я считаю, что очень важно, очень важно понимать, что мы должны для детей создать. Очень важно на каждом уровне. И в школе, и в Центре содержания образования наук, и в издательстве, которое готовит макеты этих новых учебных пособий, новых учебных материалов. Нельзя сегодня довольствоваться какими-то серыми, скучными, невзрачными и методически непродуманными. Мне кажется, что настал момент, когда, скажем, можно очень многого добиться и в онлайн-среде, и с помощью онлайн-обучения и материалов. Конечно, мы поэтому, Абик, я скажу откровенно, поэтому очень много включаем не только латышского языка в учебный процесс, но и очень много английского. Без него сейчас вообще никуда. Потому что на английском очень много материалов, учебных материалов, которые прекрасно сделаны, прекрасно подготовлены, которые можно замечательным образом использовать в учебном процессе. И вы знаете, есть достижения в этом смысле. Мы участвуем в различных олимпиадах, конкурсах, которые проводятся на английском языке. Даже в несколько лет уже участвуем мы в математическом университетском конкурсе, который проводится на немецком языке. Потому что это не только язык, но это еще и прекрасное содержание, прекрасные материалы учебные. И понимание терминологии. Да, и понимание терминологии, и понимание вообще современного уровня обучения в разных странах европейских. Такой вопрос, который, наверное, хочу вам тоже задать. Как вы относитесь, это всегда такая вечная тема, дискуссии среди педагогов разных школ. Как вы относитесь с крейтингом? Потому что школа, учебных заведений, потому что понятно, что каждая школа хочет как-то себя выгодить. Я очень хорошо отношусь к крейтингам. То есть вы считаете, что это хороший процесс? Вы знаете, это хороший процесс, конечно же. У каждого есть свои цели, свои задачи, для чего проводятся и, так сказать, как бы определяются эти рейтинги, а по каким критериям, по каким параметрам. Их много, да, поэтому есть на что посмотреть, есть как бы о чем задуматься. И всегда это помогает каким-то образом немножко себе дать вот этот повод, получить этот повод для углубления в суть вопроса. Ну, смотря какие критерии. Ну, например, если по творческому потенциалу, по достижениям в олимпиадах, в конкурсах и так далее, то в этом году у нас второе место в Латвии. И мы очень гордимся, заслуженно, так сказать, радуемся этому. Но для этого очень многое делается. У нас работает школа для одаренных, школа да Винчи с первого класса, где главным предметом, главным материалом являются нестандартные задания, которые с открытыми решениями. Там нет, так сказать, готового ответа, нет правильного ответа. И это позволяет детям готовиться к выполнению нестандартных, таких высокого уровня трудностей заданий и задач. Но помимо этого, конечно же, наш конек – это исследовательская, научно-исследовательская работа и вот эти основы, которые получают наши ученики в рамках предмета, который так и называется «Основы научно-исследовательской деятельности» в 10-м и 11-м классе, когда они учатся понимать, что такое исследование, как его организовывают, какая предметная область, какие цели, как мы структурируем эту исследовательскую работу, что такое научная гипотеза, научная проблема, проблема науки и так далее. И потом главное, что надо все это, что ты понимаешь, показать, как ты это понял на практике, когда ты пишешь свою собственную исследовательскую работу по выбранной проблеме, по выбранной теме, по тому предмету, который тебе интересен, важен и нужен. И поэтому, конечно же, этот опыт очень многое дает тоже ученикам для открытия себя, для развития своего творческого потенциала, исследовательского потенциала и помогает им становиться более зрелыми учениками, студентами, я бы уже сказал, потому что все они у нас к 12-му классу готовые, прекрасные студенты. Они действительно в этом смысле достигают значительных успехов и высот. Но помимо этого, есть рейтинги, которые определяют, какие успехи у тебя в разных предметах на экзаменах. Есть экзамены, которые выбирают, сами ученики, издают их, и там есть свои результаты. Это тоже интересно оценивать. Но это все нельзя в одну кучу свалить. Конечно. И когда некоторые, так сказать, не очень, я бы сказал, продвинутые, образованные аналитики начинают все обобщать в одну кучу сваливая и, так сказать, не понимая вообще по сути, о чем речь, они начинают делать какие-то выводы, то я тоже всегда в этом плане немножко так тушуюсь, и мне как-то непонятно, для чего тогда вот этот анализ проводить. Да, но с другой стороны, когда, ну это естественно не к гимназии, не к вашей, к гимназии с гимназией относятся, но когда ты читаешь рейтинги отдельных школ, в том числе в микрорайонах, и когда ты видишь, что там средний балл по такому-то предмету, обращаю внимание, по десятибалльной системе, три-четыре, ты с ужасом думаешь, куда дальше эти дети пойдут вообще, да, так сказать, что с ними дальше будет. К сожалению, да, но мне кажется, что, я не буду сейчас называть, но многие страны прошли раньше, чем мы этот этап, когда они делали ставку на укропнение учебных заведений, средних учебных заведений для того, чтобы качество не потерять. А мы это начали делать поздно, но, слава богу, начали это делать. Мы, конечно же, все время боимся, что как бы чего не вышло, ну как же так? Была маленькая школа, уютная, хорошая, там работали... Недалеко от дома. Рядом с домом. Работали прекрасные учителя, которым уже за 75. Но они еще хорошо выглядели. Вот. Хорошо сохранились. Поэтому, понимаете, и все это устраивает. Тихо, в классе 15, 14, 17 детей, не 30. Что делать, а гулять-то? Понимаете, все замечательно. Поэтому я не хочу сейчас здесь расставлять какие-то акценты, но мне кажется, что только укрупняя и только, конечно же, вкладывая капитал, не только деньги, не только финансирование, но человеческий капитал, вот это вот совершенно другой уровень понимания подходов в образовании. Мы сможем перевернуть ситуацию, и мы сможем все-таки уровень математического образования в Латвии повысить, поднять, но это можно сделать только если что-то мы делаем, а не все время жалуемся на то, что вот, ну вот так, вот такие учителя, такие ученики. Ну и что теперь с этим сделать? Может быть, такой последний вопрос не могу вам не задать. Я думаю, наши радиослушатели помнят, что вы возглавляли при президенте Венесе, не только вот консультативный совет по делам нацменьшинств. Понятно, что сейчас избран новый президент, наверное, еще никаких решений не принято, но, в принципе, вы готовы его возглавлять дальше, этот консультативный совет, может быть, вы видите какую-то другую роль этого совета, или должен быть, не знаю, расширен, или его функции каким-то образом изменены? Вы знаете, замечательно, что этот совет создает президент, и вот выбирается новый президент, и новый президент создает уже свои советы, свои консультативные структуры для того, чтобы, наверное, проверять свои идеи, свои какие-то мнения, свои взгляды, свое какое-то понимание ситуации в обществе с экспертами, с представителями разных общественных организаций и, в данном случае, национально-культурных обществ, ну, каким-то образом, вот, сверяя свое мнение, свои представления, свои подходы с мнением этих экспертов. И поэтому, мне кажется, этот совет нужен, мне кажется, что и президент, господин Левиц готов к тому, чтобы сотрудничать с разными представителями нашего общества и национальных меньшинств, культур, которые составляют это общество и заботятся о том, чтобы в обществе была и солидарность, и взаимопонимание, и взаимодействие позитивное, потому что мы видим, сколько проблем, сколько задач нужно выполнять и… Во всех сферах. Во всех, во всех сферах, и выполнять вместе всем, понимаете? Не может быть такого, что в какой-то части общества что-то очень хорошее происходит, и все идет как по маслу, а в другой части общества ничего не происходит, и все идет без масла, понимаете? Так не должно быть. Так не должно быть, да. Поэтому у меня есть уверенность, что и новый президент, господин Левиц, все это тоже попробует и будет делать, тем более он уже и высказался о том, что он является президентом всех жителей Латвии. Да. Спасибо большое, на это и будем надеяться. Роман Алиев у нас был в студии, и большое спасибо.